Киркос на втором месте, 126 очков, но похоже, что сегодня столкнулся с трудностями технического свойства. С ними столкнулся уже вчера, по ходу заездов мы вам расскажем об этом. Кагалайден, неудачник чемпионата мира, пока на третьем месте, я думаю, недолго он там обосновался, у него 109 очков. И Виктор Хертен на четвертом месте, 108, у Рязанцева 102, у Тистера и Стонса 100. Райтен занимает промежуточное седьмое место, тоже он не выступает у нас на мере ездил, и Хольм восьмое, Смолин девятое. Ну, надо сказать, что у Райтена 97, у Хольма 83, а у Смолина 74. Сейчас в этом заезде он уже может их обогнать, но надо финишировать. Первое место 25 очков, второе 22, третье 20, четвертое 18, вот такие порядки, пятое 16. И дальше через одно у нас очки меняются. Так вот мы видим пилотон участников, стартовый номер 2 Алексей Попов, Россия, номер 7 Дмитрий Саракапут, Россия. Номер 16 Тори Густавсон, Норвегия, 20 номер Яков Карпан, Казахстан, 30 Евгений Смолин, Россия, 31 Евгений Мартюченко, Россия, 32 Артем Пехтерев, 33 Денис Рязанцев, 34 Дмитрий Скляров, Россия, 35 Каур Диислер, Эстония, 37 Алексей Никишкин, Россия, 38 Савелий Никишкин, Казахстан, 39 Валерий Хоменко, Россия, 55 Дмитрий Широков, Россия, 137 номер Оли Херман Сюгрен, Норвегия, 227 номер Ери Тюнкунен, Финляндия, 551 номер Федерик Кирхус, Норвегия и номер 977 Матиас Хагадокин, Норвегия. Ну что ж, совсем немного времени осталось до старта первого финального заезда, четвертого этапа чемпионата Европы по снегоходному кроссу. Мы все здесь с вами на стадионе, мы все болеем. Я надеюсь, вы знаете наших участников, всем практически Андрей вам объявил, кто, за кого болеем. Сейчас все спортсмены в боксе находятся, готовятся выезжать на старт. Удивительное зрелище, когда они выезжают на старт, поддерживаем. Но самое главное, что вся гонка перед вами. Самое главное, что все вы видите. И самое главное, болейте, наблюдайте. Потому что мы хотим сделать все лучше и лучше. А сейчас все у нас должно получаться. Так, спортсмены выстраиваются на старт. Слово Андрею. Итак, начинают вставать спортсмены на линии старта. Вот трое вчерашних призеров, которых мы видели на сцене, уже стоят. Четвертый к ним подтянулся. И традиционные такие уже работы, снежные работы. Прогревает у нас эстонец двигатель снегохода на подставке. Он стоит, потому что так устроена трансмиссия. Кстати, те, кто не знает, газ дается курком правой руки, большим пальцем правой руки, чтобы лучше руль держать. Это не как на мотоцикле у нас сделано. И трансмиссия центробежное сцепление плюс вариатор, то есть дал газ у нас, поехал, убрал, не поехал. Поэтому вот здесь для того, чтобы прогреть гусеницу у нас, прогреть двигатель на больших оборотах, приходится возить такую подставку. Вот сейчас 16 номер телезрителей HD Extreme.ru видят Тори Густавсона, норвежского гонщика, который сейчас этим как раз и занимается. Надо сказать, что на российских соревнованиях у нас склеров так грел, но сейчас что-то Дмитрий отказался от этого. И он не возит подставку с собой. Итак, спортсмены готовятся на старт буквально через пару минут. Стартует гонка, напоминаем, 15 минут плюс... Обратите внимание на Тислера. Сейчас его показывали крупным планом спереди. Он выставляет снегокод, как космический корабль на космодроме Байконур. Как раз, ну, надо сказать, практически холл-шот. Вот он вчера сделал в двух заездах, очень быстро стартует эстонский райдер. И сегодня, видимо, он готовится повторить свои вчерашние успехи. Итак, все больше гонщиков на старте. Вот Киркус подъехал. Киркус в квалификации сегодня не блеснул. И он одним из последних занимает место на старте. Тоже выставляет снегоход. Фредерик Киркус, призер Норвегии этого уже года. У них неделю назад закончился чемпионат Норвегии одноэтапный. И вот это бронзовый призер норвежского чемпионата. 19 лет, он на год старше Сегрена. Рядышком встает Валерий Хоменко. Все гонщики на старте готовимся приветствовать. Не забывайте, что проезжает мимо вас. Взлетает, по сути говоря, специально для вас. Дмитрий Широков у нас рядом с Хоменко. Я так понимаю, все готовы. К старту первого заезда финального этапа чемпионата. Нет, не все, еще один у нас никак не найдет места. На старте. Так вот, телезрители HD Extreme RU видят панораму старта. С высокой точки убирается шнур, по которому выставляли гонщиков, чтобы они ровно стояли. Зеленый флаг. Судья старта Владимир Степанов Вологда проходит перед строем участников. И дает сигнал. Итак, 15 секунд до старта первого заезда. Пять секунд. Старт. Итак, похоже. Итак, а теперь все включаемся. Давайте пошубим. Буквально через 40 секунд они будут здесь. Круг идет примерно 50 секунд. Если я не ошибаюсь, то вперед вышел опять наш спортсмен. Смотрим. Очень похоже на Сегрена, собственно говоря. Прозевал я здесь из-за снега. Номер снегохода. Сегрен очень хорошо стартует. Во всяком случае, Тислер третий сейчас. Нет, 33 номер. Рязанцев. Ракетный ускоритель включили. Рязанцеву. И вот он сменил форму сегодня. Денис Рязанцев. Холлшот. И первый круг лидирования. Тюнкунин второй. Густавсон третий. Провалил старт. Тислер. Он только восьмой. У них одинаковые артикеты. Спиров четвертый. Пехтерев пятый. Где же Сегрен шестой? Только лишь. Кирхус тринадцатый. И так рулит Ярославская область. Повтор для телезрителей. Денис Рязанцев. Дэн Рязанцев. Впереди на лихом коне фирмы Линкс. В Финляндии. Денис Рязанцев. Россия. Ярославль. Рыбин встречаем номер 33. Говорил мне Денис, что есть какое-то секретное оружие. Но без фальстарта обошлось. Он в общем-то стартанул честно. И старт выиграл. Но старт это еще даже не половина гонки. Я меньше. Это Тюнкунинг. Скляров на третьем месте уже. Густавсона прошел. Пехтерев. Сегрен. Тислер на седьмое место прорвался. Смолина прошел. Мартюченко в десятку. И так у нас сейчас претенденты на подиум. Рязанцев первый. Тислер седьмой. Тислер седьмой. Я просто сомневаюсь, конечно, что эстонец неудачный сегодня старт совершал. Вот он уже проходит еще одного из гонщиков. Раздосадованный эстонец у нас буквально летит по трассе. Летит впереди буквально в смысле. И так встречаем Денис. Денис Рязанцев. Рязанцы. И так буквально чемпион страны по кроссу на снегоходах. Поведитель эндуро на снегоходах. Clash of Nations в Швеции в восьмое место. Выиграл один из финалов. Денис Рязанцев. Он к Тюнкину на 5,7. И Склерова на 8,2. Тислер четвертый. Да, Тислер недолго отсиживался. 10,3. Но впереди быстрый гонщик. Тот же Склеров, например, который вчера того же Тислера не пускал. Быстрый круг гонки у Рязанцева. 50,405. Сейчас он прошел 50,894. Но гонщики, которые за ним, они в стесненных условиях. Мчатся. И здесь нельзя сейчас это рассматривать за какой-то абсолют. Но Денис Рязанцев с приличным просветом. А Денис! Номер 33! Склеров насел на Тюнкунина. Склеров насел на Тюнкунина сейчас в борьбе за второе место. Денис! Лучший круг гонки! 50,18! 50,18! На 7,7 Тюнкунин. На 9,3 отстал Склеров. Секунду отыграл Склеров сейчас у Тюнкунина. Тислер идет на четвертом месте. 10. Тислер лучший круг гонки! 49,9! Итак, Эстония слетит. Эстония слетит. Мы болеем, безусловно, за Ярославского райдера, который сейчас впереди. Потенциально он сейчас отыгрывает у нас 9 очков у нас у Тислера. Вот если сейчас остановится гонка, но она продолжается. Всего 4 минуты из 15 у нас контрольного времени прошло. Ден Рязанцев на линии финиша. Великолепный круг. 50,3 сейчас он прошел. Итак, пропал на Склеров. Пропал Склеров. Я не вижу. Он пропустил вперед двоих гонщиков. Ошибся где-то Дмитрий по ходу. И Склеров на 5 место откатился. Тислер на 3 место переместился. Тислер тоже неплохой круг. 50,7. Тюнкунен 52 с хвостиком. То есть в роли догоняющего эстонец сейчас выступает. Пехтерев на 6 месте. Сегрен на 7. Ну а вот еще что интересно в этой истории. То, что Кирхус только 17. Он предпоследний сейчас у нас. Поэтому еще у нас борьба. Не то, что за третью ступеньку, за вторую она идет. За вторую идет. Не работает должным образом снегоход у нас, у норвежца Кирхуса. Да, у него 126 очков. Но сейчас он везет себе только лишь 6 или 7 потенциальных. А лидер 25. Поэтому вот он даже сейчас может проиграть львиную долю. Итак, Склеров отыграл позицию. На этом круге, на пятом круге вернулся 4 место Дмитрий Склеров. Тислер 3. До Тислера 2,5 секунды. Тюнкунин проигрывает 11,7 Рязанцеву. Тислер 15,8. Ну что, уже все знаем. Денис Рязанцев в красивом, ярком комбинезоне. Поддержим. Вот он едет. Давайте, давайте, давайте. Сейчас будет здесь. Этот круг, кстати, у Тислера был медленный. 55,3. А у Тюнкунина 52,2. Поэтому то ли помешали гонщики, то ли сами какие-то ошибки были. Походу снег усилился. У нас две разные трассы. Реально, вчера и сегодня были. Морозный день. Сегодня жесткая трасса, скоростная. Мы видим, даже в гонке вышли из 50 секунд в круге гонщики, не говоря про квалификацию. Так, шестой круг завершается. У нас гонки. Тислер самый быстрый сейчас. Он постепенно догоняет Тюнкунина в борьбе за второе место. Он даже сейчас, даже если сейчас он обойдет Ере Тюнкунина, все равно на 3 очка отыграет у него Дэн Рязанцев. И у него будет очень хороший шанс перед последним заездом финальным. Итак, холл-шот в исполнении Дениса Рязанцева. И седьмой круг Дэн закончил. 51,8 этот круг у него получился. Вот борьба за второе место. А сейчас я смотрю. Мы видим черный снегокот, Фина и зеленые эстонцы. Смотри, какая борьба. И зеленые эстонцы. Ну, фактически Тислер провалил старт. Что там говорить? Что там говорить? Провалил он старт. И из-за этого проблемы начались. Склеров сейчас идет лучший для себя круг. 50,8 он показал. Но отставание 4 с лишним секунды у него даже до Тисна. Мартюченко прошел с Югрена. С Югрен седьмой. С Югрен, кстати, теряет очки. Но вот у него большой очковый запас. Пехтерев прошел с Молина на восьмом месте. Артем Пехтерев. Ярославль представляет. Атлан Ярославль. Так Ярославль сейчас на первом и восьмом местах. Если бы был клубный зачет. Ашумил! Но его нет. Его нет. Хотя болельщики Ярославской губернии болеют за своего гонщика активно. 33 номер рязанцев. Лидер. И Тислер второй. Тислер дожал Тюнклин. Вышел Гаур на второе место. Правда, отрыв 13 секунд. И я не думаю, что здесь что-то можно. Скорее надо убегать от Склерова. Сейчас, который на четвертом месте после всех слоев заключения. Да, сегодня не день. Ревинс Пашумин! Мартюченко сегодня разъехался. Мартюченко одного за другим обгоняет. И Евгений уже на пятое место выбросился. Гонщик тоже двукратный чемпион России. Евгений Мартюченко из Тюмени на пятом месте. Сейчас, да, отставание 26 секунд. Но, тем не менее, очень хорошее место в цветочную церемонию этапа он может попасть. Шесть кончиков награждает. Девятый круг. Денис Рязанцев закончил. 52,3. Несколько сбросил. Так, что эстонец ответит? А эстонец вот он. Эстонец у нас промчался круг на две секунды быстрее. Один с половиной. Отставание. Ере Тюнкунин. Медленный. Склеров. Склеров быстрее. Склеров сейчас будет прессинговать Фина в борьбе за третье место. Борьба 34 номер вчерашнего победителя Склерова и сегодняшнего призера пока виртуального. Так, провалился Тори Густавсон. Проблема у Тори Густавсона у 16 номера. Он откатился сразу на одиннадцатое место. С шестого. Соответственно, Сегрен на шестое место. Пехтерев на седьмое. Хадокин на восьмое. Рязанцев десятый круг. Закончил. 51,5. Его гонят. Гонят по трассе к тренера. Гонят. Кислер. 49,99. Быстрее сейчас Рязанцева на полторы секунды. Между ними уже меньше десяти. 9,9 десятых. Тюнкунин не сдается под натиском Склерова пока Ере на третьем месте. 33 номер. Рязанцев лидер. 35-й Тислер. Преследователь. 227-й. Тюнкунин третье место. 34-й Склеров. Четвертая. На пятом месте 31-й номер. Евгений Мартюченко. Россия. Тюмень. Сегрен. Лидер на шестом месте. 137-й номер. Артем Пехтерев на седьмую. Кстати, Пехтерев быстрее с Югрена. И сейчас его прессингует за шестое место. Синий флаг. Это показывают гонщикам тихоходным, чтобы надо Рязанцева пропускать. Итак, Рязанцев 52,7. Круг. Тислер 51. На 8,2 просвет. Склеров никак не может пройти. Застрял за Ере Тюнкунин. Финский спортсмен не сдается. Он опытный. Тоже гонщик. У нас четвертый на Финляндии был. Пятый. Два раза. Шестой. Участник Snow Battle of Nations в России. Двухлетней давности. Тоже имел очки в чемпионате Европы. Хотя и немного. Итак, Ере Тюнкунин не пускает у нас на виртуальный подиум Дмитрия Склерова, поведителя вчерашнего этапа. Ну так смотрим мы, кстати, борьба. Вот сейчас нам телевизионный оператор показал борьбу. Но есть такой прием вместе хвостом, что в картинге, что в снегоходном кроссе. То есть можно по диагонали ставить. Прошел. Прошел, похоже, все-таки Склеров Тюнкунин и вышел на третье место. Второй, третий. Да. Третий, но просвет большой. 14 секунд уже. Все, выше третьего места. Нереально. Кислер летит. 5 секунд до Рязанцева осталось. У Дениса, похоже, уже силы кончаются к концу заезда. А еще осталось 3,5 контрольного времени. Плюс еще остался круг. Круг по окончании. Сейчас главное продержаться. Вот задачу. Задачу Рязанцев выполняет. Первый Тислер, второй. Если сейчас удастся продержаться в лидерах до конца заезда, то тогда будет попроще во втором. Хотя, что простого, надо опять же Склерову не пускать вперед и так далее. То есть, всего простых не бывает вещей. Итак, Рязанцев, Тислер. 4 секунды уже. Ровно 4 секунды между ними. Склеров 13,5. И вот так падение 55 номера Дмитрия Широкова. Спортсмена из Вологды. Но он с ним все в порядке. Он ставит снегоход на лыжи и будет продолжать гонку. Итак, 4 секунды. Становится тревожное. Тревожно за лидерство. Ярославского гонщика. Вот уже видит спину лидера эстонский райдер. Уже это 4 секунды осталось, дай бог, 2. Дай бог, 2. И 2,7. Да, немножко я ошибся. 2,7. Полторы секунды. Почти полторы отыграл на этом круге. Тислер сильный. Конкурент. Но здесь слабых нет. На чемпионате Европы слабых нет. Поэтому здесь что, далеко ходить. Слеров отстает. Слеров понимает сейчас, что уже гнать бесполезно. 15 секунд. Тюнковин 19 после борьбы. Полторы минуты контрольного времени. Не так много-то и осталось. Полторы минуты плюс круг. Осталось порядка 4 минут всего. Ну что? Эх, 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 да. Да, то, что мы предполагали. Смена лидера у нас. Каур Тислер вышел вперед. Не хватило сил просто у Дениса Рязанцева под занавес заезда. Каур Тислер эстонец вышел вперед. Ну, сейчас все равно еще не все потеряно. Да, 3 очка отыгрывает. Сейчас Каур Тислер выходит потенциально вперед. Во-первых, у нас Кирхус только 15-й, в общем-то, вот кто потерял очки в этой компании. Они могут с ним побороться за подиум сейчас серьезно. А во-вторых, у нас будет еще второй заезд, где какой-то ракетный ускоритель сможет рязанцев включить. И с другой стороны есть еще тройка кругов. Сейчас идет последняя минута контрольного времени. Ну, два круга примерно полных есть у них на то, чтобы побороться за лидерство и в этом заезде. Очень быстро эстонец на этой трассе. Все у него складывается. Ну, может быть, вот сейчас не получился старт в этом заезде. Ну, сейчас, пожалуй, уже 4 секунды. 4 секунды рязанцев идет медленно. Итак, 35-й номер Тислер, 33-й Рязанцев, 34-й Скляров, 227-й Тюнкунин и Мартюченко. На пятом месте российский гонщик, 31-й номер Евгений Мартюченко. В итоге лучший круг гонки получился у Тислера. Шестой круг 49-468. У Рязанцева 49-939 был круг на полсекунды похуже. Но сейчас уже в конце заезда эстонец быстрее. Лидер Каур Тислер, эстонский спортсмен, двукратный призер Эстонии. В этом году он вроде как выиграл ее, я просто не имею. Он серебряный призер 2013 года и бронзовый 2012 года. Восьмой на чемпионате Финляндии. Сейчас один из лидеров чемпионата Европы. Не побоюсь, что он на третье место вышел после этого заезда. Сейчас я включу свой калькулирон и посчитаю вам перед финальным заездом, что у нас и как. И у Слерово проблемы. Ребята, ну что ты делаешь? Тюнкунин обогнал Слерово. Сейчас уже пошел последний круг. Итак, фидиш. Тислер выиграл. Плохо кричали у нас болельщики из Демина, потому что Рязанцев второй и проиграл 10,8 в итоге. Смолин в 10 круге, Никишкин, Савелий, Казахстан в 11, 38 номер. Сорокопут, семерка на 12 месте. Итак, все-таки, все-таки Склеров, Склеров исправил свою ошибку, минимизировал потери и на последнем круге выхватил 2 очка у Фина. Третий, Дмитрий Склеров третий. И шансы у него даже и сегодня есть хорошие. 20 очков в итоге Дмитрий Склеров на ступеньке подиума. Тюнкунин четвертый, Мартюченко пятый, Пехтерев Артем шестой, Сьюгрен седьмой, Никишкин Алексей восьмой и Хадокин девятый. Ну а десятку мы уже сказали. Попов Алексей на 13 месте, парень из Архангельской области, из Вельского района, поселок Кулой. Тори Густавсен на 16 месте, Хирхус, вот мы за кем следим, на 15. А сейчас у нас небольшая паула. Здесь на почве, здесь в стадионе, вот это, где победили, победили, и потом, где-то, где-то 3 часа, 15-й, на 2-й, и мы узнаем победителя четвертого этапа, и победителя чемпионата Европы. Спасибо какому-то вот спорту. Ты, ты так, что он здесь, друзья мои, здесь. А сейчас отдыхаем. Другой отдыхаем.